Юбилейный день победы все ближе. На этой праздничной дате посвящены многие мероприятия города, края страны. Накануне в Кровеческом музее открылась экспозиция, посвященная вкладу кунгуряков в Великую Победу. Одной из первых ее увидела наша съемочная группа. Вот видите, наш народ какой и сильный, и храбрый, и боевой. Значит, наша Родина, страна замечательная, и мы должны всегда охранять ее, помогать и бороться за нее. В этой священной войне кунгур чем мог помогал фронту. Более 25 тысяч горожан и сельчан встали в штыки. Круглосуточно машзавод выпускал снаряды, кошкомбинат шил обувь, работал эвакуационный госпиталь. Мелкие предприятия изготавливали лыжи для фронта, медицинское оборудование, текстильщики шили шинели и гимнастерки. Всем этим занималось оставшееся население города, в основном старики, женщины и дети. В лице людей, чьими руками строилась победа, может заглянуть каждый, посетив выставку. Я хочу поблагодарить работников музея за их научную работу, за их исторические изыскания, которые помогают формировать такие выставки, как сегодняшние, которые помогают благодарным потомкам не забывать того, что происходило в нашей стране в далекие тяжелые годы, помогают нам помнить наших героев, помнить то, что происходило на нашей малой родине в те тяжелые трудные годы. На выставке представлены миниатюры боевых машин, которые вызывают интерес не только у детей. В зале присутствуют родственники героев, которые преподнесли в дар фотографий военных лет. Лариса Юрьевна Елтышева, организатор выставки, рассказывает про своего отца и дядю, так и не вернувшийся с фронта. 9 мая она считает главным праздником своей семьи. Вот я, мои две дочери, внуки, муж, мы всегда ходим в бессмертном полку и носим фотографии двух Николая Ивановича, Николая Ивановича и Николая Ивановича, Сарапулов и Родаков. В Краеведческом музее есть постоянная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. А эта выставка, посвященная Году памяти и славы, продолжит свою работу до октября. Редактор субтитров А.Семкин